В турнире принимают участие 400 гимнасток из 12 регионов России. Есть и команда из Украины. В борьбу за медали вступили как совсем юные спортсменки 2011 года рождения, так и опытные мастера спорта. В соответствии с возрастной категорией программа выступления, новички показывают упражнения без предмета. Те, кто постарше, выступают с лентами, булавами, обручем и мячом. Семилетняя сочинка Соня Кургускина занимается гимнастикой уже пять лет. Это второе ее участие в этом турнире. Перед выступлением волнуется, поэтому о заслугах дочери говорит мама. Призовы получаем регулярно, но обычно в тройке, тройку получаем, тройку лидеров берем. Мы в лагере были, у нас тренировки были с 9 утра до 5 вечера, а в 3 недели. Турнир дает не только возможность выявить сильнейших для участия в последующих чемпионатах, но и шанс для самих спортсменок получить разряд или звание кандидата в мастера спорта. Оцениваются личные и групповые выступления. Кстати, в этом году турнир «Черноморочка» проходит не как обычно в зале 8-й гимназии, а на профессиональной площадке центра «Юкспорт». Здесь, конечно, условия, атмосфера уютная, конечно. И то, что сейчас жара такая, это сама здесь так приятно находиться. Здесь мы уже смотрим, какой рост идет эта самая гимнастика. И уже отбирается гимнастикой на вывозы, на соревнования. Соревнования завершатся 28 июня. Тогда будут подведены итоги. Победители наградят грамотами и медалями. Лучшие гимнастки вновь выступят на площадке центра «Юкспорт» в июле. Здесь пройдет турнир «Русалочка». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ» в июле.